Добрый день. В студии Александр Власкин и программа «Разговорчики в сети», в которой мы традиционно говорим о самых интересных, читаемых и обсуждаемых новостях зарубежных средств массовой информации. То, что было интересно зарубежным читателям, зрителям, слушателям и всем тем, кто пользуется интернет-новостным продуктом. Кроме того, мы говорим и о тех новостях, которые так или иначе затрагивали нашу страну, Республику Беларусь, и которые почему-то не дошли до белорусского потребителя. Начнем, наверное, с нашумевшей, после новогодней, после рождественской истории с шри-ланкийской женщиной, которая была недавно казнена в Саудовской Аравии. Произошло это в конце минувшей недели. История эта затянулась на несколько лет и наделала много шумов именно в связи с тем, что приговор саудовских властей был приведен в исполнение. Девушка Рязана Нафик, которая переехала в Саудовскую Аравию в 2005 году после знаменитого цунами, который разрушила прибрежные районы ее родины, Шри-Ланки, была приговорена к смертной казни. Из-за чего, спрашивается. Переехала она из-за того, что бедственная ситуация, которая сложилась в ее поселке, не позволяла восстановить дом и поддерживать престарелых родителей. Она переехала в Саудовскую Аравию и устроилась домработницей. И уже буквально через несколько месяцев ее обвинили в том, что она якобы убила ребенка хозяев, четырехмесячную девочку. По словам хозяев, у которых она работала в Саудовской Аравии, она якобы в ответ на просьбу покормить ребенка из бутылочки задушила ее какой-то лентой. Вот все это время, фактически последние семь лет, продолжались следственные судебные действия против Рязаны, которая утверждала, что ребенок на самом деле был не убит, а просто поперхнулся молоком и умер самостоятельно. Результаты медицинской экспертизы не оглашались, то есть они являлись закрытыми фактами. Во время суда фактически Рязани из Шри-Ланки не предоставляли нормального адвоката, потому что те адвокаты, которые предоставлялись ей в Саудовской Аравии, не говорили с ней на одном языке. То есть фактически защиты как таковой не было. Девушку приговорили к смертной казни, к турбанию головы. И несмотря на все визиты представителей ланкийского МИДа в Саудовскую Аравию, несмотря на политические протесты в Шри-Ланке и многих других странах, все-таки вот совсем недавно на прошлой неделе в 200 километрах от столицы Эр-Лиада в небольшом городке Давадми ей отрубили голову. Ну вот, естественно, это вызвало очень большое возмущение в Шри-Ланке, в Индии и во многих других азиатских государствах. Но, тем не менее, вот саудовские власти решили привести казнь в исполнение. Даже несмотря на то, что пострадавшая семья, семья истцов могла пожаловать прощение или потребовать денежной компенсации у Рязаны, но она этого не сделала. Вот такая вот нашумевшая история, что мне кажется весьма показательным. Что, в принципе, все считают, что вина ланкийской девушки Рязаны не доказана. И вообще она оказалась в незнакомом ей шариатском правовом пространстве. Она не знала, как общаться с судом, она не знала ни процедур. Адвокаты нормально ее не защищали. Результаты экспертизы не представлены суду и общественности. То есть вообще, фактически, следствие проведено из рук он плохо, несмотря на то, что длилось 7 лет. Тем не менее, девушку казнили. И теперь восстановить справедливость, если выяснится, что на самом деле она действительно не убивала ребенка. А то, что произошло, явилось случайностью. То есть, ну, как бы восстановить справедливость будет уже невозможно. И поэтому понятно совершенно возмущение ее соотечественников, представителей властей Шри-Ланки и так далее и тому подобное. Вот так вот, такие несчастья случаются с людьми, которые отправляются на заработки. И, по всей видимости, кажется, что, наверное, и в арабских странах, да и во многих других, в том числе и мы помним недавно историю в Беларуси, следует все-таки осторожнее относиться к такому виду наказания, как смертная казнь. Ну, теперь перейдем, скажем так, к более развлекательным новостям или более мрачным, менее мрачным, во всяком случае. На прошлой неделе прошло незамеченным то, что Барак Обама подписал недавно утвержденный Конгрессом закон о том, что охрана бывшим президентам будет теперь предоставляться на протяжении всей их жизни. Что самое характерное, в принципе, закон этот составлен не однопартийцами Барака Обама, а очень даже республиканцами, его политическими соперниками. Некто Трей Гоуди, депутат парламента от республиканской партии, составил этот законопроект. Законопроект был утвержден обеими палатами и поступил на подпись к Бараку Обаме. Барак Обама его подписал, и теперь получается, что любой человек, который прослужил хотя бы один срок на должности президента в Соединенных Штатах, будет иметь право на пожизненную охрану от Государственной службы безопасности. Такое же право на пожизненную охрану будет иметь супруга или супруг бывшего президента. За исключением тех случаев, когда произойдет развод и повторное вступление в брак. А также дети президентов, экс-президентов до достижения ими 16 лет. В принципе, мне, например, казалось, что все бывшие президенты имеют право на пожизненную охрану. На самом деле, оказывается, это не так. В середине 90-х годов Демократическая партия инициировала закон, который был принят в то время, о том, что охрана предоставляется бывшим президентом всего лишь на 10 лет. Такая ситуация просуществовала до нынешнего времени. Первый, кто от этого пострадал, был Джордж Бурдж-старший. И, как говорилось, государственный бюджет экономил на этом сотни миллионов долларов в год. Непонятно, что изменилось во зрениях. И непонятно, почему Обама подписал такой закон в период кризиса. То есть, в настоящее время сейчас предоставят охрану всем бывшим президентам, с которых она была снята. И это серьезно увеличит расходы на государственную машину в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, как говорится, что есть, то есть. Еще одна законодательная инициатива, которая прошла незамеченная не только за пределами Соединенных Штатов, но и в самих Соединенных Штатах. В очередной раз один из представителей Демократической партии выступил за законопроектом, в рамках которого предполагается отменить поправку, по-моему, 29-ю Конституцию, в которой ограничивается количество избраний одного человека на президентский пост двумя сроками. Выясняется, что подобные поправки постоянно пытаются, едва ли не в каждом Конгрессе, постоянно пытаются провести то республиканцы, то демократы. Считается, что вот эта вот самая поправка, которая ограничивает избрание на пост президента всего лишь двумя сроками, является недемократической, потому что ограничивает не только самого человека на право занятия поста президента более чем два раза, но также и право граждан на избрание президентом того, кого они хотят видеть на этом посту. Ну, как известно, более двух сроков на посту президента пробыл только президент Рузвельт во время Второй мировой войны и избирался он четырежды. И два последних раза только по условиям военного времени из-за того, что... То есть, в принципе, в то время эта поправка не действовала, но это была скорее традиция, то есть на третий срок президенты не избирались. Сам же президент Рузвельт оставался на своем посту и баллотировался в третий-четвертый раз, потому что страна вела военные действия и, как говорится, лошадей на переправе не меняют. Интересны комментарии по этому поводу обзревателей, которые говорят о том, что, в принципе, отмена вот этой вот самой поправки об ограничении занятием одним человеком поста президента не более чем два раза. Отмена этой поправки не будет являться недемократическим действием. При наличии в стране богатой политической культуры, при наличии возможности у избирателей переизбрать президента, либо объявить ему импичмент при помощи Конгресса, в принципе, отмена этой поправки не приведет к чему-нибудь подобному тому, что творится, скажем, вот в Российской Федерации или даже в Республике Беларусь. Если продолжать тему того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, то надо рассказать о достаточно курьезном предложении, которое выдвинула недавно Демократическая партия в Конгрессе. Известно, что Соединенные Штаты испытывают на себе последствия всемирного экономического кризиса и уровень государственного долга, который был изменен и утвержден в последний раз в 2011 году, практически подходит к своему завершению и скоро Соединенные Штаты окажутся не в состоянии снова брать в долг. В соответствии с постановлением Конгресса от 2011 года. Непонятно, что делать. Уже сейчас политические партии, республиканская, демократическая и вообще весь состав Конгресса готовятся к новым баталиям, потому что они за горами то время, когда придется обсуждать, что делать дальше. Либо серьезно сокращать государственные расходы, либо увеличивать допустимый уровень государственного долга. Республиканцы заявляют, что они на этот раз уже точно не пойдут на попятную и никаким образом не согласятся увеличивать лимит государственного долга. Демократы заявляют, что республиканцы в первую очередь защищают богатых в ущерб слою граждан со средней доходностью и самым бедным, потому что урезать в первую очередь придется расходы на медицинское обслуживание, на социальную помощь и так далее и тому подобное. Поэтому демократы, естественно, уверены, что страна должна продолжать брать в долг и дальше. Так вот, в этой ситуации у демократов возникла чрезвычайно, так сказать, плодотворная идея. Они решили, что казначейство Соединенных Штатов Америки может выпустить в оборот, ну не в оборот, а во всяком случае, отлить платиновые монеты стоимостью 1 миллиард долларов каждая. Ну вот представьте себе, платиновая монета стоимостью в 1 миллиард долларов. Казначейство не должно сразу выпускать эти монеты в оборот, а должно хранить их и пользоваться ими, и будет иметь право только в том случае, если необходимо будет расплатиться с какими-то долгами. В чем заковыка? Все дело в том, что в настоящее время Конгресс и другие органы власти, в том числе Федеральная резервная система, имеют право ограничивать находящиеся в обращении деньги, которые выпущены на бумаге из золота, серебра или бронзы. В то же время о плате ничего не говорится, поэтому получается, что в принципе казначейство может отлить платиновые монеты любой стоимостью. Вот в данном случае, почему бы не отлить платиновые монеты стоимостью в 1 миллиард долларов? Это решило бы все проблемы. Не возникло бы необходимости увеличивать предельный размер государственного долга, а просто можно было бы рассчитываться вот этими самыми монетами, которые перевозили бы, наверное, я думаю, с огромной охраной. Потому что просто представить себе монету такой невероятной стоимости, естественно, она представляла бы из себя законное платежное средство, по которому американское государство обязалось бы выплачивать сумму, равную ее номинальной стоимости, то есть 1 миллиард долларов. В начале нынешней недели Белый дом заявил, что ничего подобного произойти не может, и никто не собирается отливать платиновые монеты, а конгрессменам и Белому дому в качестве Бараку Абами также придется все-таки готовиться к грядущим баталиям по поводу допустимого уровня долга. Так что я думаю, что в принципе мы еще очень много услышим по поводу того, что уже дело с государственным долгом Соединенных Штатов увеличивать или сохранять его на нынешнем уровне. Я думаю, что баталии в Конгрессе будут очень интересными, и надеюсь, что все-таки Соединенные Штаты, как основной локомотив мировой экономики, все-таки не подойдут к стадии банкротства, потому что это было бы очень печально и серьезно бы отразилось на экономике всех других стран. Достаточно интересные новости происходят в Китае. Как известно, уровень смога в субботу в китайской столице поднялся просто-таки до недопустимого уровня, и многим гражданам, проживающим в китайской столице, порекомендовали вообще не выходить из дома. Пекинский муниципальный центр наблюдений за окружающей средой называет значение индекса загрязнения в китайской столице между 176 и 442. Причем, что характерно, если уровень загрязнения воздуха поднимается выше 300, считается, что это чрезвычайно опасно для здоровья. Естественно, сразу местные власти обратились к предприятиям, расположенным в столице, чтобы они сократили производство и тем самым выбросы в окружающую среду. Ну вот, как говорится, вот к чему приводит чрезвычайно ускоренное экономическое развитие и развитие промышленного потенциала в рамках отдельно взятой страны, отдельно взятого города. Причем, это уже не первый случай, но вот все выходные китайские граждане в столице вынуждены были передвигаться либо в респираторах, либо в масках, либо вообще не выходить из дома и пользоваться кондиционерами, воздухосочистителями. В то же самое время еще одна интересная новость, которая касается Китая и связана с неким Аленом Томпсоном, который является бывшим аналитиком Центрального разведывательного управления ЦРУ. В настоящее время он на пенсии и развлекаясь, забавляется тем, что рассматривает фотографии с Google Maps, которые делаются спутниками и размещаются на портале Google. И время от времени находит достаточно интересные снимки. Последнее, что он нашел, это какая-то совершенно странная конструкция или строение космопорта, или еще непонятно, что это такое, и расположено в китайской пустыне. Причем, что самое характерное, Ален Томпсон говорит, что это вообще самый странный артефакт из тех, которые ему удавалось обнаружить за все то время, когда он просматривает фотографии со спутников, размещенные на Google. Появилось вот это вот сооружение буквально за несколько месяцев, то есть было построено в весьма ускоренном темпе. Огромные деньги. Либо это какая-то ошибка, либо перепутанные фотографии, либо случилось что-то еще. Но судя по всему, само сооружение просто невероятных огромных размеров. Зачем оно появилось, откуда и какова цель его строительства, никто не знает. Надо сказать, что это не первая находка Алена Томпсона. До этого он обнаруживал уже достаточно интересные вещи. Например, раньше он обнаружил что-то похожее на летящую ракету над пустыней Вьюти. Вот мы видим снимок. А также обнаружил два самолета. Один якобы расположен в жилом квартале Бруклина. То ли закопан под землю, то ли еще что. Вообще, на самом деле, там, где на фотографии расположен этот самолет, находится детская игровая площадка. Под землей тоже ничего нет. Так что, скорее всего, просто спутник захватил летящий самолет. А также еще один самолет, лежащий на дне Атлантики. Вот такие вот интересные снимки обнаруживаются. И будем надеяться, что все-таки со странным объектом, который Ален Томпсон обнаружил в китайской пустыне, все-таки наступит какая-то ясность. И китайские власти прокомментируют, что они там построили и зачем. Перейдем к делам наших соседей. На литовском портале Делфи была опубликована очень интересная статья по языковой ситуации в различных посольствах, которые расположены в столице Литовской республики, в городе Вильна. Евродепутат от Литвы Юстас Винсас Полецкис пишет о том, что один из его друзей совершенно случайно столкнулся с очень неприятной ситуацией. Дочь друга Полецкиса, которая постоянно проживает в Великобритании, должна была ехать в Россию по каким-то своим делам, связанным с учебой, и связалась с российским посольством в Вильне. Она позвонила и попыталась с ними говорить по-английски и по-литовски. Русского девушка не знает. И, по всей видимости, при поездке в Москву собралась пользоваться английским, потому что понятно, что вряд ли она кого-то найдет в Москве, говорящем на литовском. В российском посольство с ней отказались говорить на любом языке, кроме русского. Поэтому Полецкис решил выяснить, что же происходит во всех остальных посольствах. Выяснилось, что практически все посольства, которые расположены в литовской столице, в Вильне, во всех посольствах говорят на языке той страны, которую представляет это посольство, то есть в польском на польском, в немецком на немецком, в английском на английском. И, кроме того, во всех посольствах также говорят на литовском и на русском. Где-то хуже, где-то лучше, но, тем не менее, везде говорят. Вообще, очень приятно оказалась ситуация с отечественным посольством. Вот, в частности, пишется, автоответчик белорусского посольства ответил только по-русски. Однако и в посольстве, и в консульском отделе отвечали на правильном литовском языке. Я спросил, мог бы мой друг-американец договориться с вами по-английски. И мне ответили, да, у нас почти все говорят по-английски. Если надо, коллега поможет. Вот так вот. То есть, ну, в принципе, оказывается, белорусское посольство и белорусский МИД находятся на высоте. То есть работники посольства Белорусской республики в Литве говорят и на литовском, и на английском, что очень приятно. И я думаю, что это очень положительно влияет на имидж нашей страны. Чего не скажешь о российском посольстве, где по-имперски говорят только на русском. Новости из Латвии, которые, в принципе, наверное, окажутся интересны и белорусским зрителям и читателям. Потому что все мы помним недавнюю историю, в которой непонятно, кто прав, кто виноват, об избиении инвалида в поезде метрополитена. Там не совсем понятно, то ли инвалид набросился на молодых людей, которые впоследствии ему ответили насилием, то ли молодые люди сами напали на инвалида. А в латвийской столице, как выяснилось, серьезно поднимается вопрос в связи с хулиганами в общественном транспорте. Метро в Риге нету, но там достаточно развита сеть автобусов, троллейбусов и трамваев. Так вот, недавно в латвийской столице в Риге ввели электронные билеты, в связи с чем из салонов общественного транспорта пропали кондукторы, которые раньше разбирались с подобными ситуациями. Сейчас, когда кондукторов нету, а водитель занят тем, что ведет общественный транспорт, этим пользуются хулиганы. Один из пользователей сайта общественного транспорта латвийской столицы написал о том, что во время проезда в одном из троллейбусов он обнаружил слегка выпившего молодого человека, хулиганской наружности, который ходил по салону и требовал у всех денег. Многие граждане, будучи перепуганными и боявшимися, что этот молодой человек начнет применять насилие по отношению к ним, деньги ему давали. Так вот, пользователь, который пожелал остаться неизвестным, требует у латвийского общественного транспорта города Риги, чтобы в салоне были установлены камеры, или хотя бы можно было каким-то образом срочно связаться с полицией. Ему или ей поступил ответ о том, что сейчас рассматривается, созданы специальные предприятия, которые будут устанавливать тревожные кнопки и камеры наблюдения. А пока городской транспорт Риги советует все-таки звонить в полицию по мобильным телефонам и таким образом защищаться от хулиганских выходок. Ну, я думаю, что, в принципе, то же самое можно посоветовать и белорусским гражданам, если они столкнутся с насилием в общественном транспорте города Минска или других городов Республики Беларусь. В метро есть тревожная кнопка и, в принципе, я думаю, из любого другого транспорта можно звонить в милицию по общеизвестным телефонам 102. Последнее, о чем хотелось бы поговорить, если говорить о международных новостях, это о последнем явлении в мире искусства. Известно, что современное искусство является весьма и весьма нестандартным и никогда не поймешь, что станет модным и популярным в следующий раз. Популярность набирает новый тип искусства и фотографий, которые придумал О.С. Неман, проживающий в Мехико. Когда-то, упаковывая подарки к Рождеству, он подумал, почему бы не позабавиться и не обклеить себе лицо скотчем и не сфотографировать сам себя. Потом он попросил сделать то же самое у своих друзей и родилась вот такая вот серия фотографий, которые называются «Портреты со скотчем» или «Скотч Шотц». Пофотографировал друзей. В одном из фотосалонов сделал выставку таких вот фотографий. Как говорится, из этого вот «Что если?» родился просто бум. Они, вот эти вот фотографии, вирусным образом разошлись в интернете, пользуются небывалой популярностью. Фотограф сейчас стрижет купоны и продает свои фотографии в невероятных количествах. Лично мне кажутся эти фотографии, ну, скажем так, ужасными. Ну, если людям нравится, ну, что ж поделаешь. Вообще предполагается, что скоро это станет просто невероятной модой – обклеивать свое лицо скотчем, приклеивать к нему чего-то и вот таким образом фотографироваться. Вот такие вот скотч-портреты – это, как говорится, новая тенденция и последнее веяние в мире современного, скажем так, фото- и изобразительного искусства. Как говорится, чем бы дитя или художник не тешились, лишь бы не гадили. Теперь перейдем к новостям о Беларуси. На минувшей неделе невероятную популярность почему-то получили два ролика, размещенные на Ютьюбе, действия в которых происходят в Республике Беларусь. Первый ролик, я думаю, многие видели. Он датируется 2011 годом и, по всей видимости, до зарубежных зрителей он дошел только сейчас, совершенно случайно. Просто-таки небывалый почему-то всплеск в зарубежных средствах массовой информации, его стали вдруг неожиданно размещать. Это ролик с самой терпеливой кассиршей в мире, как его обозвали английские пользователи. Это тот самый, где за пиво рассчитываются мелкими купюрами после девальвации белорусского рубля в Республике Беларусь. Я думаю, что многие видели и многие помнят этот ролик. Следующий ролик из Молодечна. На настоящий момент он набрал полторы сотни тысяч просмотров. И я думаю, что количество будет все увеличиваться, потому что он также распространяется буквально-таки вирусным методом. Сюжет этого ролика состоит из того, как трое пешеходов буквально-таки чудесным образом, я не знаю, тут, наверное, только Бог помог, спаслись от атакующего их минивэна. То есть после аварии двух автомобилей. Комментариев очень много. Если найти этот ролик на YouTube, то видно, что комментируют его в основном англоязычные, англо-франко- и германоязычные граждане, которые поздравляют спасшихся пешеходов со вторым днем рождения. Непонятно, почему в Беларуси этот ролик не получил такое широкое распространение, как за рубежом. Ну и еще одна новость о Республике Беларуси, в частности о нашей столице, о городе Минске. Агентство Standard & Poor's опубликовало отчет о инвестиционной привлекательности города Минска и с советами тем, кто собирается вкладывать деньги в нашу столицу. Выяснилось, что в принципе Минск достаточно привлекательный для инвестиций город. В городе низкий уровень задолженности, сравнительно стабильный уровень операционной среды для бизнеса. Город является крупнейшим административным, финансовым и коммерческим центром страны с 10-миллионным населением. То есть, в принципе, все было бы очень хорошо, если бы не один фактор. А этим фактором является очень низкая предсказуемость бюджета, вызываемая очень нестабильной и откровенно слабой институциональной структурой власти. Высокий уровень условных обязательств и возможные задолженности. Рейтинг столицы в результате невысок из-за непредсказуемости и колебаний бюджета, очень крупных и неудовлетворенных нужд на развитие инфраструктуры и прочего другого. В результате из отчета Standard & Poor's получается, что Минск просто отличное место вложения денег, если бы здесь не было городской власти. Вернее, той городской власти, которая существует сейчас. Вообще, по-моему, уникальная ситуация, когда городские власти, которые должны привлекать иностранные инвестиции в город, являются основным препятствием для их привлечения. Ну, как говорится, это белорусские реалии, с этим не поспоришь. И хотелось бы верить, что после того, как белорусские власти в целом и минские власти в частности станут более предсказуемыми, более профессиональными и более стабильными, и научатся управлять своими собственными расходами, все-таки иностранные инвестиции в город Минск и в Республику Беларусь пойдут. На вот такой вот более-менее оптимистической фразе я хотел бы сегодня закончить, поблагодарить тех, кто смотрел эту передачу. Спасибо тем, кто смотрел, и до свидания. Напомню, что в студии был Александр Власкин, это была программа «Разговорчики в сети». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...